Друзья, привет всем! Сегодня я хочу сделать простой быстренький торт, который уже у нас из готовых коржей. Торт Наполеон. И простой будет крем из взбитых сливок. И вот я хочу попробовать, посмотреть, как получится со взбитыми сливками такой Наполеон торт. Не будем заморачиваться делать заварной крем, поэтому хочу попробовать сегодня сделать небольшой эксперимент со взбитыми сливками. Надеюсь, он получится очень вкусный. И вот у нас в упаковках продают в русском магазине вот такие вот коржи. Вот у меня такие сливки. И сахарную пудру взяла я 1 стакан, 250 мл стакан. Вот и коржи. Собственно говоря, больше ничего нам не нужно. Будет очень простой, легкий тортик. И будем взбивать ручным миксером. Вот такие вот коржи. 5 коржей. В общем, 4 коржа мы будем собирать, а пятый корж у нас пойдет на посыпку. И берем наши сливки. 500 мл сливок пока. И начинаем их взбивать. И постепенно будем добавлять нашу сахарную пудру. Ну вот, ребят, взбили мы наш крем. Наши сливки с сахарной пудрой. И вот такой вот у нас крем получился очень такой вкусный. Я попробовала. В меру сладкий. Поэтому вы уже можете регулировать сладость по своему вкусу. Вот для меня, в принципе, на пол-литра стакан сахарной пудры нормальный вкус. Так, и теперь мы приступаем к сборке. Все легко и просто. И я хочу положить на дно немного крема тоже. Так. Он такой нежный, такой хрустящий. И так вот продолжаем. Да, где-то, наверное, по 2 столовые ложки крема. Ну, здесь уже дело вкуса, конечно. Продолжение следует... Я выровняла торт более-менее. Здесь нам такого прям вот супер-супер выравнивания торта не обязательно. Потому что мы сейчас будем покрывать крошкой. Ну, как обычно, когда крошкой покрываешь, все там какие-то мелкие погрешности, они, конечно, не будут видны. Остался вот у меня последний корж, как я и говорила, для посыпки. И вот там можно его руками поломать. Он прям такой вот, прям вот нежный-нежный. Можно скалкой, кому как нравится. Вот и обсыпаем крошкой нашей весь, 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 весь наш торт. И сверху, и по бокам. Вот. Вот такой вот торт у нас получился. И теперь надо ему дать постоять несколько часов. Ну, минимум, наверное, я считаю так, хотя бы час-два дать ему постоять, чтобы он хорошо пропитался. Можно час при комнатной температуре, час в холодильнике. Вот. И потом уже мы встретимся, и я разрежу и посмотрим, как он у нас будет выглядеть внутри. Ну вот, ребят, я уже отрезала два кусочка. Попробовали мы с мужем. Очень вкусный, очень нежный крем. Постоял он у меня где-то, наверное, полтора часа. Поэтому, ребят, всем советую приготовить. Для тех, кто не хочет печь и есть в магазинах у вас готовые коржи, вот вам, пожалуйста, быстренько, раз-раз-раз, приготовили крем и всё. Немножко подождали, он немного пропитался и он очень вкусный. Ну вот, посмотрите, вот такой весь слоистый, слоёный-прислоёный. Такой очень вкусный, нежный Наполеончик. Быстро, удобно и вкусно. Спасибо, ребята, что были со мной. Спасибо, что смотрели моё видео. Ну а мы встретимся ещё в следующий раз. Всем хорошего настроения, хорошего дня и Пока-пока!